Когда мы говорим о вирусных частицах, то обычно человек представляет себе бактериофакты-4, которые изучали в школе. Это вирус, который состоит из белковой головки, отростка с ножками. Мы помним, как он присоединяется к поверхности бактериальной клетки и впрыскивает свою ДНК внутрь. Но, тем не менее, многие вирусы имеют совершенно другую структуру. И сейчас я бы хотел рассказать вам о структуре различных вирусов. Но прежде я бы хотел сказать, что вирусы имеют разные размеры. Есть маленькие вирусы, например, паровавирусы размером около 20 нанометров, или вирус полиомелита размером 30 нанометров. Большие вирусы, такие как вирус натуральной оспы, имеют размеры уже 300 нанометров. А гигантские вирусы, которые недавно сравнительно были обнаружены и исследованы, могут быть увиденными даже в обычный световой микроскоп, потому что их размеры составляют до полутора микрон. Главная составляющая вирусов – это нуклеиновая кислота. РНК или ДНК. У одних вирусов она представлена либо РНК, у других – РНК. И называются они РНК-вирусы или ДНК-вирусы. Именно в нуклеиновой кислоте содержится вся необходимая вирусу информация о тех вирусспецифических белках, которые он кодирует. Это геном вируса. И заключен он в белковую капсулу, которая состоит из белка оболочки, функции которого, естественно, защитные, но также этот белок еще выполняет функцию проникновения в клетку, а также ряд других функций. По типу устройства вирусы делятся на простые и сложные. И если простые, те, о которых я сейчас сказал, то есть нуклеиновая кислота, заключенная в белковую капсулу, то существуют еще сложные вирусы, у которых присутствует дополнительная липидная оболочка, которая еще называется суперкапсид. А по типу симметрии вирусы можно разделить на спиральные, и косоидрические, и вирусы со смешанным типом симметрии. И начнем мы со спирального типа симметрии. К ним относятся различные палочковидные, нитевидные вирионы. В основном они состоят из одного или нескольких белковых субединиц. Нуклеиновая кислота при этом находится внутри этой белковой капсулы. И размер нуклеиновой кислоты определяет размер капсида. В качестве примера можно привести известный вирус растений, вирус табачной мозаики. Это излюбленная модель для молекулярных биологов и вирусологов. И представляет он собой жесткую палочку-цилиндр размером 300 нанометров в длину и диаметром 18 нанометров. Но существуют еще нитевидные вирусы, тоже со спиральной структурой. Почему так происходит? Они имеют свой геном намного больше, чем у вируса табачной мозаики. И поэтому их структура, белок укладывается более рыхло, для того, чтобы большая палочка не могла сломаться. Поэтому вирусы можно смотреть под электронным микроскопом, и они будут выглядеть как нити. Еще один пример не из вирусов растений – это бактериофаг М13. Он тоже имеет спиральную структуру. Внутри у него в качестве генома ДНК, а не РНК. Длиной он почти 1000 нанометров, но основная спиральная структура у него состоит из одного белка. Но на поверхности находятся еще четыре, которые располагаются с разных концов этой нитевидной структуры. И играют они роль, конечно же, различную, в том числе, проникновение в бактериальную клетку. Другой тип симметрии – экосоидрический – характерен для большого количества вирусов. И дело в том, что, когда мы смотрим эти вирусы под электронным микроскопом, мы видим их морфологию как такие сферические частицы. Но на самом деле, конечно, они не являются сферическими. Дело в том, что их поверхность также состоит из белка, и поэтому имеются грани на поверхности, и можно говорить, что у них экосоидрический тип симметрии. Опять же, они могут состоять из одного типа белков, как, например, у вируса гепатита B, двух, как, например, паровирусы. Если это вирус полимилитом, у него вообще четыре белка, капсид состоит из четырех белков. При этом интересно, что только три белка находятся на поверхности, а четвертый спрятан внутри капсида. Ну, и если мы возьмем еще один пример, это аденовирус человека. Он имеет очень интересную структуру, у него, например, находятся шипы. Хотя это простой вирус. Его капсид состоит аж из семи белковых молекул. В качестве примера комбинированного или смешанного типа симметрии опять же можно привести бактериофак Т4, о котором мы сказали вначале, потому что его белковая головка имеет и экосоидрический тип симметрии, а стержень как раз спиральный. Поговорим о сложных вирусах. Я уже сказал, что помимо основного капсида у них есть еще суперкапсид, состоящий из клеточных мембран. При этом природа этих мембран различная для разных вирусов. Так, например, у вируса гриппа, который отпочковывается от поверхности клетки, эти либиды, соответственно, идут с поверхности клетки, от которых выходят дочерние вирусные частицы. Если мы говорим о вирусе гепатита B, то его суперкапсид образуется из эндоплазматического ретикулема. Напротив, суперкапсид вируса герпеса состоит из ядерной мембраны. Но кроме липидов, в состав суперкапсидов входят еще вирусные белки, так называемые гликопротеины. Они являются вирусными рецепторами, то есть теми самыми ключиками, которые взаимодействуют с поверхностью клетки. Соответственно, они обеспечивают проникновение вируса и его генома в клетку. Но самое главное, то что они являются антигенами, то есть на них вырабатываются основные антитела. Именно это их свойство и определяет их возможность использования для разработки современных вакцин. В качестве примера можно привести всем известный коронавирус. Гликопротеином является белок S или спайк-белок. Именно он взаимодействует с поверхностью клетки. Или вирус гриппа. Все мы знаем, что на поверхности его находятся гемаглютинин и нейроминидазы. Эти гликопротеины участвуют в присоединении и, наоборот, выходу вируса из клеток. Таким образом, различные вирусы имеют различную структуру. И сложные вирусы тоже имеют в своем составе как спиральный тип симметрии капсида, так и кассаидрический, но формы их совершенно, может быть, разные. Например, у вируса бешенства форма вируса имеет форму пули. При этом внутри этого вируса капсид является спиральным. Или еще один пример – это вирус Эбола. Это филовирус, тоже РНК-содержащий, но он, помимо того, что это сложный вирус, он имеет нитевидную форму, а внутри него тоже спиральный нуклеокапсид. Таким образом, в ходе эволюции вирусы получили различные приспособления для взаимодействия с клеткой и, соответственно, имеют самую разную структуру. Продолжение следует...